В 2018 году нам был выделен бюджет, как многодетная семья, и построен этот дом. Строительство завершилось весной 2019 года. То есть дом возводился зимой и в довольно сжатые сроки. Из-за этого или нет, но теперь он трещит по швам, жалуется Анатолий Анатольевич. Полностью везде потресканно, по кругу, видите. Полопал весь дом, да полопал весь дом. Вот видите, по соседству полопало. В 2019 году приехали, кирпич заменили, вынули старый полопанный, поставили новый. Я говорю, это не работа, надо искать какую-то причину, что он лопает. Получается, трещины в стенах начали проявляться еще до ввода дома в эксплуатацию. Их было не так много, только в некоторых местах, в основном под окнами, говорит хозяин. Но дом приняли. Потому что они нам объяснили, что это так положено. По технологии, мы же не разбираемся. Положено, чтобы дом лопался? Ну, немножко там трещины шли, все, типа он осадку дает. А потом мы посмотрели, какая осадка. С каждым годом становилось только хуже, отмечает Анатолий Анатольевич. Стало понятно, что у садки нет предела. Трещины пошли уже не только под окнами и становились все шире. Вот. Это уже продувает насквозь, даже зимой. И тут меняли что-то, нет? Они, да, вот. Такие кипячи поменяли, какие, чтобы были испорченные. Фундамент тоже лопает. То есть садятся отдельно. Тут у нас ФБСы такие большие. И вот они отдельно один от одного садятся. То есть, я так понимаю, что дом дальше будет садиться, он рассыпется. Вот поэтому к вам обратились. Здесь вот видно тоже опалубка. Здесь вот видите, какие щели. Здесь вообще пошел дом страшно. Анатолий Анатольевич не раз обращался в строительную организацию, которая возводила дом. Был на приеме в райисполкоме. Они тоже связывались с директором строительного управления номер 25 в городе Драгичине. Он пообещал заняться вопросом. По дому сказали в мае месяце, что мы сделаем все. То есть приедем сюда, земляные работы, когда тепло будет, когда все про нас забыли. Мы уже их не видели, мол, полгода-то точно. Май прошел, и Анатолий Анатольевич уже не стал обращаться в строительную организацию. Говорит, надоело. Если пообещали, должны были приехать. А если не выполнили обещание, значит, не очень-то и хотели. Тем временем делать что-то надо. Хозяин пригласил нас в дом, чтобы показать, что щели в стенах сквозные. Это не только отделка трещит. Пойдемте в зал. Допустим, здесь у нас везде комнаты поклеены. Я показать не могу. Надо обои отнимать. Вот здесь мы можем показать. Вот здесь обои уже я оторвал, потому что холодно было. Вот поэтому. И вот эта щель, она насквозь. Я знаю, что там и под обои мы порваны, полопаны, все. Оказывалось, строительство. Говорит, что это зимой уже дует. Это получается уже... Да, заделать мы можем. Ну а если мы купим все, косметический ремонт сделаем, оно тоже полопает. Ну то, не знаю. В кухню проделка. В кухне тоже довольно большая щель под окном. Но не только. Трещины пошли и по внутренним стенам. И тоже очевидно, что это не только штукатурка лопается. Вон сверху видно. Ну то здесь паутинка такая. Местами где полопало. Ну то это мы уже внимания к иску не обращаем. На это обращаем внимание. Здесь была трещина, супрова заклеила. Кроме того, что дом идет по швам, плохо работает отопительная система, обращает внимание Анатолий Анатольевич. И тоже никто ничего сделать не может. Хотя пытались. Был кирпичный дымоход. Его забивало постоянно. Я пробивал всеми силами, средствами. Короче, поставили этот. Потом что-то случилось. Этот заложило тоже. Перестал работать. И мы месяц почти сидели... Ну не месяц, неделю, две. Это то, что мы сидели вот просто по черному топили. Дым шел не в трубу, а в дом. Вся котельная покрылась копотью, жалуется хозяин. Чистить надо было чуть ли не каждый день. Надо сказать, что даже сейчас стоит стойкий запах дыма. А сейчас уже мы... Ну я научился пропаливать дымоход. Все равно. То есть уже немножко мы осознали, что как делать и что. Мы не знали дальше, что делать. Ну то есть на сегодняшний день нормально функционирует? Уже сейчас, да. Практически. Ну а только нам на неделю хватает котла топить. А там надо залазить наверх и пробивать опять трубу. Но и это не все проблемы, жалуется хозяин. Вокруг трубы теперь сквозное отверстие. Да такое, что вечером на звезды можно любоваться. Открытое все. Они не завершились. То есть у нас сюда залитает и дождь, и с них все. То есть они не приехали ни жестянщики, ничего. Я так понимаю, светится все насквозь. Ничего не делал. На улице Анатолий Анатольевич нам показал кусок дымоходной трубы. Он снял его, чтобы облегчить доступ во время чистки. Внутри виден тот самый нарост копоти. Правда, выглядит он так, как будто внутри трубы что-то плавилось, прилипая к стенкам. Анатолий Анатольевич говорит, что очищать дымоход от такого нароста очень сложно. Явно причем надо искать. Они это не хотят. Я вращался в гугл. Захожу, смотрю, мне уже и там сетейки смеяются. Говорит, взрослый мужик тебе, телефон, сенсор, не можешь по гуглу посмотреть, что ты вообще нас дергаешь. Я говорю, захожу в гугл, там объясняют. Картофельные очистки, крахмал, там еще что-то надо засыпать. Я говорю, понимаю, но дохожу до самого главного и дальше, говорю, выходят слова. А все остальное за денежку. Деньги платить за советы в интернете Анатолий Анатольевич побоялся. Да, мошенников нынче много. Да и зачем, если дом еще находится на гарантии и все недочеты должен исправить подрядчик. А их, еще раз повторяет хозяин, хватает. В том числе с сараем. Его до сих пор не могут ввести в строй. Но это ладно. Пока решаются вопросы с документами, может и вводить будет нечего. Коспостройка тоже, судя по всему, разваливается. Через сквозные трещины лучи солнца пробиваются. Обидно, но главное все же привести дом в порядок. Можно ли это сделать, мы поинтересовались у подрядчика. Фундамент выполнен согласно проектно-сметной документации, представленной заказчиком. Грунты были песчаные. Возможно, нужно было каркас арматурный туда заложить, типа монолитного пояса. Но мы выполнили согласно проектно-сметной документации. Скажите, это усадочные трещины. Но дома уже 4 года, а усадка происходит в течение года полтора, по словам директора строительного управления. Значит, причина может быть действительно в другом. Анатолий Григорьевич говорит, именно с целью выяснения причин и выезжали специалисты на место в прошлом году. На трещины установили маячки. И да, обещали приехать еще и в мае, чтобы еще раз проверить глубину заложения фундамента и снять данные по маячкам. Ну, так как большой загруженностью нашей организации не смогли, в первых числах июня обязательно мы выйдем и обследуем еще раз причины возникновения этих трещин. Если стены, фундаменты от мостка лопаются от усадки, то маячки покажут, что трещины уже не увеличиваются. Тогда можно будет их устранить и спокойно делать ремонт внутри. Если причина в другом, будут предприняты меры по ее устранению. Если мы посмотрим, обследуем фундамент, возможно, усиление где-то можно сделать фундамент в тех местах, где слабее грунт, возможно, надо разработать грунт, посмотреть и усиление поделать в земле. Анатолий Григорьевич пообещал, что дом точно не рухнет. Ну а с отоплением проблемы будут, если систему неправильно эксплуатировать. Директор строительного управления считает, что в ее неисправности были виноваты сами хозяева. Да и после замены кирпичного дымохода ситуация не изменилась. То же касается и водоснабжения, уточнил Анатолий Григорьевич. Обращались они по воде и по отоплению. В прошлом году мы вызвали представителя, который бурил скважину. Он снял все это, свою скважину, и этим насосом прокачали. Вода шла чистенькая, нормальная вода. И обратно претензий к скважине абсолютно нет. Мы заменили новый гидрофор, так как он говорит, что песок, песок хозяин там все мутит и спалил. Он его, может, и не выключал, или что, не знаю. Это неправильная эксплуатация котельной и всей водопроводной системы. С отоплением вообще отдельная история, говорит директор. Мало того, что неправильно пользовались самим оборудованием, так еще и топили не тем, чем положено. Мы разобрали, сняли котел. Он был, вся вытяжная шахта, ну, дымоход, был настолько закоксован смолами, он растапливал или, возможно, топил рубероидом или гидроизолом. Потому что на стенках дымохода смолы такие были, что отверстие было, ну, может, если канал там 27 на 15, то уже там отверстие было, может, 5 на 5. Анатолий Григорьевич показал фотографии, где видно, в каком состоянии был котел и дымоход, даже новый. От дров или брикета такого налета никогда не будет, уверяет он. Очевидно, что топили чем-то плавящимся. А вот и фото рубероида во дворе, который рубился на чурке, чтобы удобнее было в топку закидывать. Нельзя топить ни пленок туда, ни рубероида. Дрова – дрова, торф – значит торф. И проинструктировали. Но через два месяца или, может, три где-то так обратно в новом котле жаловался, что дымоход не тянет. Наши специалисты заехали, разобрали котел, обратная картинка. Дымоход закоксован, то же самое. Сколько смогли, мы прочистим. А как он объясняет? Ну, я не знаю, я не топил, я рубероидом не топлю, и все. Если дровами топить, даже сосновыми дровами, был бы маленький налет, который чистится хорошо, и можно сыпучий, да, а там смола. Ну, а относительно дыры возле дымохода, по словам хозяина, оставленной специалистами, то и здесь, подозревает директор, не все так просто. Возможно, и там хозяин руку приложил. Обследуем, возможно, мы ставили на трубу, должны были ставить, может, при разборке. На трубу. На трубу. А то вокруг трубы должен становиться хомут, и хомут, по-моему, брали. Возможно, может, при чистке дымохода где сняли. Мы обязательно обследуем в ближайшее время, до числа 10-го, 15-го июня, и замечания устраним. А вообще, отмечает Анатолий Григорьевич, с таким количеством недочетов в одном доме он и его специалисты сталкиваются впервые. Проблем мы сколько домов многодетных семей не строили, и в Мотоле, и в соседних деревнях мы 4 дома построили, ни в одном проблем нету, кроме этого. И в Драгичинском районе мы много для многодетных семей построили, домов индивидуальных. Как бы там ни было, но от помощи строительной организации и ее руководитель не отказываются. Сделают все, что от них зависит. И обязательно еще раз проинструктируют хозяина по поводу эксплуатации дома и всех систем жизнеобеспечения. Главное, чтобы он прислушался, говорит Анатолий Григорьевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова